Это Куда, бронированный автомобиль, основанный на Тойоте Лэнд Крузер 70-й серии, и он может справиться практически с чем угодно. В Куда есть некоторые удивительные фишки и особенности, как вы, наверное, уже могли подумать, если защита и безопасность для вас очень важны. Сегодня я буду обозревать Куда и все это вам покажу. Я одолжил Куда у Alpine Armoring. Это производитель бронированных машин, которые находятся здесь, в округе Вашингтон, Ди Си. В их шоуруме стоит безумный Тойота Лэнд Крузер, под которым взрывали бомбу, и в которой выпустили более 350 патронов, чтобы доказать работоспособность его брони. Также Alpine Armoring производит бронированные автомобили спецназначения вроде Куда, которые еще более безопасны. Вы можете заценить Alpine Armoring, кликнув по ссылке в описании, перейдя на их сайт или Инстаграм, где у них есть кое-какие очень интересные автомобили. Итак, давайте поговорим про Куда. Как я уже говорил, он основан на Тойоте Лэнд Крузер 70-й серии, который внешне не менялся с 80-х. Он широко известен и любим всеми за свои надежность и прочность. Также 70-я серия является одним из самых универсальных автомобилей на планете. Это и внедорожник, и пикап, и скорая помощь. Его используют в качестве экспедиционных автомобилей в подземных шахтах, но, пожалуй, это самая безумная 70-я серия. Да, в этом внедорожнике дизельный V8 объемом 4,5 литра, совмещенный с механической трансмиссией и полным приводом. Но, само собой, в нем есть еще много чего. 8 посадочных мест, акустическая система, сирены, светотехника и все возможные крутые бронированные вещи, которые я вам покажу. Так что сегодня я собираюсь снять обзор на Куда, показать вам все его интересные фишки и особенности. Затем я выкачу его на дорогу и буду водить, а потом оценю его по шкале Дага. Обязательно не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка на него есть в описании под этим видео. Ладно, я начну рассказ про фишки и особенности Куда, обсудив, что именно это такое. Ранее я упомянул, что за его основу взят Toyota Land Cruiser 70-й серии, разве что Alpine Armoring взяли кузов Land Cruiser и избавились от него, заменив на собственный полностью бронированный кузов. Если вы фанат Land Cruiser 70-й серии, вы сможете понять, что внутри это Land Cruiser, в нем практически такие же пропорции, он такой же узкий и высокий, очевидно, в нем такая же колесная база, но практически все остальное было заменено. И все было забронировано. Этот автомобиль полностью покрыт броней, капот, по бокам крыша, все это броня. И я покажу вам некоторые самые фишечные и интересные бронированные детали этого внедорожника. Одна интересная деталь, это решетка. Двигателю внутреннего сгорания для правильного функционирования нужен воздух. Но открытая решетка не вяжется с затеей бронированных автомобилей, поэтому в данном случае вот эти перекладины на решетке направлены вниз. Таким образом они пропускают воздух, но никто не сможет прострелить эту решетку, если только не будет стрелять прямо из-под вас, что очень вряд ли. В какую бы ситуацию вы не попали, так что она бронированная и при этом пропускает воздух. Все благодаря тому, что эти перекладины на решетке установлены под углом. Помимо этого, стекло. Вкуда 10 окон. Переднее, по бокам всего 10. Каждая из них сделана из бронированного стекла толщиной 40 миллиметров. А это один дюйм с половиной толщины в каждом окне, чтобы никто не смог их прострелить. Это довольно впечатляюще. И если посмотреть на это стекло снаружи, то вы наглядно поймете, насколько они толстые. Потому что с внешней стороны на них вот такие защитные кожухи, по которым можно оценить их толщину. Даже лобовое стекло покрыто таким кожухом. И по нему можно понять, насколько оно толстое. Само собой, все это добавляет много веса. Лобовое обычной машины весит в районе 11 килограмм. Лобовое этого автомобиля весит где-то 68 килограмм. Настолько оно толстое и бронированное. Ничто не сможет пробить это стекло. Если вам интересно посмотреть на толщину этого стекла, пожалуйста, это образец, по которому можно понять, насколько оно толстое. Очевидно, ничто не сможет его пробить. Довольно круто. Но вернемся на секунду к его весу. Я упомянул, что лобовое до невероятного тяжелое, но это не единственная тяжелая вещь. Посмотрите на эту дверь. До невероятного тяжелая. Совсем не такая, как в стандартной 70-й серии. Все из-за брони. И само собой, здорового и тяжелого стекла. Все так. Каждая панель этого автомобиля, даже капот, до невероятного тяжело открыть и закрыть. Такова жизнь с бронированным автомобилем. И, кстати, к слову о дверях. Это интересный аспект бронированных автомобилей, ведь двери должны открываться. И по определению между дверью и кузовом машины должен быть зазор. Как забронировать его? Я всегда думал, что можно просто подойти к бронированному автомобилю, просунуть оружие в проем между дверью и кузовом, и выстрелить в машину. Но Alpine Armoring, само собой, об этом подумали. Если открыть дверь, вы обнаружите броню позади зазора, как вы сейчас можете видеть. Кроме того, само собой, края двери тоже бронированы. Как и сама дверь. Интересный фокус в том, что когда дверь закрыт, этот зазор смещен. Дверь закрывается как бы поверх дополнительной брони с обратной стороны дверного проема. Таким образом, никакого зазора в этой броне нет. В отличие от обычной машины, где между закрытой дверью и кузовом будет зазор. Здесь он как бы перекрыт, чтобы каждая поверхность была забронирована. Даже шов позади двери. Так что вы будете в безопасности, с какой стороны бы вас ни стреляли. И крутые бронированные вещи на этом не заканчиваются. Дверной проем довольно крут. Но, вероятно, моя самая любимая бронированная деталь этого автомобиля – бензобак. Посмотрите вот здесь снизу, и вы обнаружите, что да, даже бензобак забронирован. Таким образом, эта штука не взорвется, и никто не прострелит ваш бензобак, пока вы будете выбираться из засады. Довольно круто. И просто на случай, если вам интересно, насколько именно защищает эта броня, ребята из Alpine Armoring сказали мне, что Куда забронирован до уровня А9Б6. Что, само собой, ни о чем мне не говорит. Но, как они объяснили, эта броня выдержит стрельбу из АР-15 или АК-47, и ни одна пуля не попадет в кабину. Кроме того, под этим автомобилем можно взрывать гранаты, и пассажиры останутся в безопасности. Вам не придется волноваться насчет повреждений при взрыве гранаты. Это довольно безумно. Стоит отметить, что если такое произойдет, возможно, автомобиль не сможет завестись и ехать, как обычно, или даже вообще. Поскольку приводной вал не так легко забронировать. Это возможно, но в этом автомобиле такого нет. Но люди в пассажирском отсеке останутся в безопасности. Позже будет возможно их спасти, и это довольно впечатляюще. И броня в Куда есть не только на кузове и в окнах. Также в этом внедорожнике специально спроектированы шины RunFlat, в которых между резиной и диском установлен композитный материал, который сможет выполнять функции покрышки, если вдруг она проколется. По словам Alpine Armoring, на этих специальных шинах RunFlat вы сможете ехать со скоростью до 80 км в час аж до 50 минут после прокола. И важно, что я не имею в виду прокол вроде гвоздя в резине. Я имею в виду, если их прострелят из оружия, этот внедорожник все равно сможет 50 минут ехать до 80 км в час, чтобы скрыться. Очевидно, довольно безумная штука. И затем, само собой, тут есть передний бампер. Вы берете бронированный автомобиль с бронированными окнами и бронированной резиной, вам понадобится и вот этот бампер. Здоровый бампер в стиле РЭМ, который сможет столкнуться с чем угодно. И оно сгинет с вашего пути. Он совершенно огромен. Также покрыт броней, сможет пропахать все, что вам потребуется, чтобы расчистить дорогу для пассажиров Куда. Кроме того, как видите, на этом бампере есть лебедка. В конце концов, все же это Land Cruiser 70 серии. Так что, даже хоть он и намного тяжелее, его назначение немного изменили, все же это довольно проходимый внедорожник. Если вы застрянете на бездорожье или кто-то застрянет, вы сможете выбраться с помощью этой лебедки. И раз уж я нахожусь спереди, вот еще один интересный элемент с броней снаружи Куда. Как видите, фары покрыты таким вот, похожим на сетку узором. На самом деле, это бронированный металл, но при этом он похож на сетку. Если вы в теме бездорожья, то вы знакомы с таким типом защиты. Если вам придется ехать через лес, среди деревьев, не суть. Какая-нибудь ветка может попасть в эту область и разбить фару. Вам придется ее менять, это было бы неудобно. Но затем, если посмотреть на заднюю часть Куда, вы обнаружите там такую же защиту на задних фонарях. В чем вроде нет никакого смысла. Сзади по фарам не прилетит никакая ветка и не разобьет задние фонари. Так почему они там сзади? Дело в том, что на самом деле это не защита от веток. Да, их можно использовать с такой целью, но на самом деле они предназначены на случай восстания. Внутри находится полиция, люди всякое бросают в автомобиль. С этими штуками вы будете уверены, что никто не попадет в оптику, а вам не придется тратиться на ремонт. Эти штуки сберегут фары от удара, прилетевшей в них брусчатки. И к слову про оптику. Отсмотрев Куда, вы заметите, что практически с каждой его стороны установлены светодиодные фонари. Спереди, сзади, по бокам. И если включить их все, то вы обнаружите, что они мигают красно-синим цветом. Это потому, что этот Куда, это модель для показа и теоретического использования в департаменте правопорядка. Поэтому синий-красный огни, очевидно, для нужд этого департамента. Если вы возьмете гражданскую версию этого автомобиля, тогда цвета этих огней можно изменить. Можно сделать их, например, желтыми и белыми. Они могут мигать практически любыми нужными вам цветами. Alpine Arboring могут такое сделать, но департамент правопорядка предпочитает, чтобы они были синий-красный, как видите. И далее, снова в тему освещения. Посмотрите на фонари, установленные на крыше. Совершенно огромные. Они не будут мигать синий-красным. Они нужны, чтобы вам было лучше видно. Сейчас на них крышки, но их можно снять. Фонари включить из салона. Я покажу вам это чуть позже. Они очень яркие, и вам будет видно все, что находится перед вами. Само собой, это будет полезно, если на ваш кудо нападут среди ночи, а вам понадобится разглядеть атакующих. И далее, снова в тему освещения. Еще одна интересная вещь сзади кудо. Как видите, тут есть несколько разных фонарей. Сверху два светодиодных, синий-красный стробоскоп, как я показывал вам ранее. Но пониже размещена еще одна пара светодиодов. И эти просто белые. По задумке, они должны слепить. Если вдруг кто-то присел вам на хвост, включайте эти штуки, и они его ослепят. Ему будет труднее вас преследовать. Как альтернатива, вы можете использовать эти фонари просто пока сдаете назад. А автомобиль настолько большой, а обзор будет немного похожий. Включив эти фонари, вам будет лучше видно, что там сзади. Но такова теория насчет этих фонарей. И далее еще одна крутая вещь в этом внедорожнике. Мне нравится, что все в этом автомобиле значительно тяжелее, чем в обычной машине. Еще один хороший пример подобного – дверные петли. Как видите, они очень мощные, здоровые и открытые. Спроектированы так, чтобы их было крайне сложно сломать каким-либо видом оружия. И такие петли есть в нескольких разных местах. Такие же петли есть на капоте, вот здесь у основания лобового. Помимо того, что они мощные, они еще и выглядят довольно круто. И такие петли есть даже на лючке бензобака. Полагаю, что вам не нужно, чтобы кто-то его мог прострелить, и выглядят они опять-таки круто. Очень подходят этому автомобилю. И к слову о здоровенных штуках. Как насчет вот этих зеркал? Это не стандартные зеркала Toyota 70-й серии. Эти зеркала огромные и позаимствованы из тяжелого пикапа Chevy Silverado. Гигантское полноразмерное зеркало из тягача. Его установили на эту машину ради дополнительной помощи с обзором. Да и просто потому, что оно здоровое. И далее еще одна интересная вещь. Снаружи этого внедорожника вы обнаружите множество ручек. Посмотрите вокруг, и вы обнаружите одну на двери, еще одну рядом. И вот эту гигантскую ручку, идущую вдоль боков этого внедорожника. Еще одна здоровая ручка есть сбоку на крыше. Все эти ручки, очевидно, есть и с другой стороны. И у каждой из этих ручек есть назначение. По словам Alpine Arboring, они нужны для размещения вашей команды. Представьте себе, вот вы куда-то едете. Вам надо, чтобы по прибытию все быстро выбрались из машины. И если у вас полный автомобиль народу, вы могли бы выйти через заднюю дверь. Но это будет немного обременительно. Вместо этого всех можно разместить по бокам автомобиля, чтобы они держались за эти перекладины. И когда вы куда-то прибудете, все смогут просто спрыгнуть и начать делать свои тактические штуки, которые им надо делать. Ну и по этой же причине у Куда есть массивные подножки по бокам. Вот они. Очевидно, с их помощью будет проще забраться в дверной проем. Но эти подножки идут и дальше по бокам, под этими перекладинами, чтобы вы могли на них стоять и ехать, прицепившись Куда сбоку. Чтобы по прибытию на место быстренько спрыгнуть. Как видите, подножка есть даже вот здесь, сзади, позади заднего колеса. Так что в теории кто-то может ехать даже здесь, снаружи, куда можно разместить максимально возможное количество людей. Чтобы ваша команда могла дислоцироваться как можно быстрее. Но если говорить про Куда, его самое безопасное место находится внутри, поскольку весь этот автомобиль забронирован. Так что давайте обсудим, что ждет вашу команду безопасности внутри. Во-первых, сиденья. Они расположены прямо по центру и направлены в стороны. И всего их шесть. Шесть отдельных мест сзади, плюс еще два спереди. Так что здесь уместится восемь человек. Хотя, в принципе, можете вместить сюда еще двоих, если вдруг вам очень понадобится. Это не единственная посадочная конфигурация, доступная в Куда. По словам Alpine Armoring, также его можно оснастить сиденьями по бокам, направленными внутрь. Но преимущество такого размещения в том, что каждый сидящий внутри человек сможет смотреть наружу через свое личное окно. Как видите, здесь по три окна с каждой стороны, с водительской стороны и с пассажирской, в соответствии с тремя сиденьями, установленными по центру. И прямо под каждым окном вы обнаружите бойницы. Да, все верно. Открывайте эту небольшую дверцу. Само собой, они забронированы. И за ними скрываются отверстия, через которые можно открыть ответный огонь, если это понадобится. Ребята из Alpine Armoring сказали мне, что никому не захочется пользоваться этими бойницами, поскольку внутри этого маленького автомобиля будет очень громко, если кто-то начнет стрелять. А если стрелять будут шестеро, это будет катастрофа. Плюс через эти окна не такой уж и хороший обзор, но бойницы есть. На случай, если вы попадете в засаду и вам придется отстреливаться, это вполне себе возможно. И к слову о бойницах. Еще две размещены на задней двери, по одной с каждой стороны. Их можно открыть и использовать как бойницы. Если вдруг вам это понадобится, вы попадете в засаду и вам придется стрелять назад, а не в стороны. И к слову о задней двери. Посмотрев на нее, вы обнаружите эту металлическую деталь с красной ручкой на конце. Alpine Armoring называют это боевым замком. В этой машине есть замки, как в обычной машине. Но если вдруг вы попадете в какую-то безумно трудную ситуацию, вы не доверяете обычным замкам, можете воспользоваться этим боевым замком. Посмотрите, насколько он толстый. Никто не сможет забраться внутрь. Если вдруг вам понадобится закрыться по конкретному, то с таким боевым замком никто не сможет справиться. Также стоит отметить, что сзади Куда два крайние сидения немного побольше, чем остальные. Разложите их, и вы обнаружите, что они чуть комфортнее. И дело в том, что здесь находится как бы транспортный узел. Если вам так угодно. Вот несколько тому причин. Во-первых, очевидно, вам будет проще забраться внутрь и к остальным сидениям. Но дело не только в этом. Если вы сидите с краю, вы сможете смотреть не только по сторонам, но еще и назад. Так что пассажиры, сидящие сзади, смогут немного больше управлять ситуацией, если сядут на крайних сидениях. В результате при езде на Куда вам не обязательно иметь полную команду из восьмерых. Сзади могут ехать и двое человек. Они сядут на эти места, как бы премиальные места, с которых вы получите лучшие обзоры и возможность легко забраться и выбраться из Куда. И далее мы перемещаемся на передний ряд Куда, где первое, что вы заметите, это обычная торпеда 70-го Лэнд Крузера. Как видите, оно особо не отличается от того, что делают в современной 70-й серии, и довольно интересно его наблюдать среди всех этих бронированных штук сзади. Торпеда осталась таким, каким было. По факту, это одна из нескольких сохраненных вещей 70-й серии. Еще одна – двигатель, к которому я перейду чуть позже, но пока что можете посмотреть на вполне стандартные торпеды 70-й серии. Но в этом салоне есть многое помимо этого. Начну с этой центральной консоли. Массивная консоль со множеством разных регуляторов, которые управляют вспомогательными функциями этого внедорожника. Мой самый любимый – акустическая система. Как видите, небольшой микрофон установлен сбоку этой консоли. Можете его включить с помощью этой крутилки, а затем начать в него говорить. Так что, если вам надо скомандовать, рассеяться или прекратить атаку, можете это сделать с помощью этого микрофона. Динамик расположен где-то поблизости с водительским ножным колодцем внутри моторного отсека. То есть он также забронирован. Это значит, что во время засады вам придется слушать людей, которые сидят внутри этого автомобиля. Слушать, чего они хотят, поскольку прострелить этот динамик у вас не получится. Здравствуйте, нападающие. Я расскажу вам о своих фишках и особенностях. Другая вещь насчет этой акустической системы. Также ей можно пользоваться как сиреной. Как видите, тут есть несколько разных вариантов. Вот этой крутилкой можно выбрать несколько различных опций. Само собой, с ними можно весело поиграться. Послушайте, как я несколько секунд буду баловаться сиреной Куда. Следующая интересная штука на центральной консоли, как видите справа от акустической системы, есть два переключателя. Они включают гигантские светильники на крыше, о которых я ранее рассказывал. Ничего необычного, можете ими осветить свой путь, но вот крутая часть. Есть эти дистанционные пульты управления. Тут есть вот такие пульты со стрелками, и с их помощью можно изменить направление этих фонарей. Можно настроить, куда они будут направлены, выше, ниже, в какую сторону. Можете осветить ими все, что вам нужно увидеть. Это довольно круто. Все делается с пульта и с салона, если вдруг вам нужно больше света снаружи. Далее над этими регуляторами есть кнопка подписанная «Туман». Она включает передние противотуманки, также есть кнопка высокой интенсивности. Это белая подсветка сзади, которая, как я говорил, может слепить людей, которые пытаются вас преследовать. Можете их включить, нажав на кнопку высокой интенсивности. Также там находится настройка боковых зеркал. Обычный стандартный регулятор из 70-й серии. Тут ничего необычного. Следующие кнопки управляют стробоскопом. Включают сине-красные огни, которые я показывал вам ранее. Передние, задние, боковые или все одновременно. Они включаются с помощью этих кнопок. Тоже вполне стандартно. И, наконец, последняя группа регуляторов сверху центральной консоли. Одна из них подписана «Отключение аккумулятора». Она, само собой, отключит аккумулятор, если вы планируете хранить машину и долгое время ей не пользоваться. Чтобы не сел аккумулятор, можно просто сюда нажать, и он отключится до тех пор, пока вы вновь не сядете в машину. Более интересен тот регулятор, который подписан «Стелс». Нажмите на него, и вся наружная светотехника отключится. Не только светодиоды и стробоскоп, но также и заводские фары и задние фонари. Все отключится по нажатию кнопки «Стелс». Можете управлять этой тачкой в полной тьме, если вдруг вам понадобится скрытый режим. Еще одно интересное дополнение в салоне. Вот здесь, на центральной консоли, находится экран. И этот экран проецирует изображение из системы камер, которая установлена сзади. Как вы могли подумать, зеркало заднего вида не особо полезно, поскольку позади вас едет целая команда безопасности. Вам не так много будет видно через это зеркало, поэтому одно из изображений, которое можно транслировать на этот экран, это камера заднего вида. Прямо здесь можно посмотреть, что происходит позади вас. Она полезнее, чем то, что вы увидите в зеркале. Камера расположена вот здесь, сверху, с краю, сзади. Благодаря ей можно посмотреть, что у вас сзади. Также у вас есть опция для еще одного угла обзора. Вы можете переключиться на этот вариант, который больше похож на камеру заднего хода, которая покажет, что находится прямо позади, если вы будете сдавать назад. Как видите, эта камера установлена вот здесь, довольно низко, чтобы вам было лучше видно, что находится прямо позади вас, чтобы вы ни во что не врезались. Еще одна вещь, которую вы обнаружите на центральной консоли, это климат-контроль, который в этом автомобиле очень важен. Есть как обогрев, так и кондиционер. Я сказал, что он важен, потому что окна не опускаются. Они бронированные и настолько толстые, что им некуда опускаться. Дверь тоже бронированная, а пустить окна в бронированном автомобиле нельзя, поэтому вам нужен климат-контроль и воздух. И вы получите их благодаря штатному климат-контролю этого автомобиля. Очень важно, чтобы в бронированной машине он был, иначе в жаркий день вы тут совсем запотеете. Окна вообще не опускаются, а еще вы окружены толстой броней, вероятно, тут будет довольно жарко. И далее, наконец-то, наверное, вам интересно, а кто именно покупает эти автомобили? Для кого именно предназначен Куда? Есть несколько вариантов. Возможно, для персональной безопасности, но, вероятно, скорее всего, все же для обеспечения правопорядка. Подавление восстания, очевидно, на зарубежных рынках. Задумывалось, что его будут продавать на рынках, где Тойота Лэнд Крузер остается королем. Возможно, в Латинской Америке, на Среднем Западе или в Африке. Два других вопроса, которые, вероятно, у вас возникли, сколько он стоит? По словам Alpine Armoring, в таком оснащении около 185 тысяч долларов. Забронировать автомобиль это довольно дорого. Также, возможно, вам интересно, почему в крыше тут нет люка? Вы могли бы его открыть и перейти в удобную позицию, в которой все вокруг было бы хорошо видно? Ответ интересный. Ребята из Alpine Armoring сказали мне, что если устанавливать в подобные автомобили люки, тогда правительство США будет задавать намного больше вопросов насчет того, куда вы его будете экспортировать. Потому что в таком случае он будет рассматриваться практически как военный автомобиль. Люк на крыше, точка крепления для пулемета звучит уже довольно-таки по-военному. И Alpine Armoring могли бы такое сделать и экспортировать. Но для этого потребуется гораздо больше бумаг, чтобы государство убедилось в том, что они не попадут в плохие руки. В этой конфигурации менее военные и больше заточенные под защиту закона или частное владение за этим не так пристально следят. Это логично. И, наконец-то, мы перемещаемся под капот Куда, где можно посмотреть на двигатель. Это 4,5-литровый турбодизельный V8. И в целом это стоковая фабричная силовая установка Toyota Land Cruiser 70-й серии. Toyota славится своими надежными и прочными дизельными двигателями. И это один из них. Он не особо улучшен, в этом и не было нужды, однако интересно посмотреть, как он справляется со всем этим дополнительным весом брони Куда. Одна из самых тяжелых деталей это капот. Очевидно, он тоже забронирован, и он невероятно тяжелый. Выглядит тяжелым, и такой он и есть. Поднять его или опустить это довольно непросто, как и все, что открывается в этой машине. Итак, это были фишки и особенности Куда. Куда. Тщательно забронированного автомобиля. Теперь пришло время выкатить его на дорогу и выяснить, как он едет. Ладно, веду... Куда. Куда. И, по-моему, есть две причины, почему он крутой. Одна, потому что это безумный бронированный автомобиль, и он так безумен. Но также потому, что я веду относительно современный Land Cruiser 70-й серии в Штатах, чего практически никто не делает. Этот автомобиль был импортирован сюда по временному разрешению, то есть импортировать его можно на ограниченный промежуток времени, чтобы Alpine Armoring успели их забронировать, а затем экспортировать после продажи. Их нельзя продавать никаким агентствам или людям в США, он должен покинуть страну. Но пока он здесь, они могут его водить, использовать в целях тестирования и прочего. Это, собственно, то, чем мы и занимаемся. Итак, вот несколько вещей, которые я хочу упомянуть. Во-первых, 4,5-литровый дизельный V8, как я сказал, довольно накачанная силовая установка, и очень мощная. В этом автомобиле ощущается как надо. Мягкий дизель. И я немного волновался насчет того, как он справится с этим весом, со всей этой броней, и скажу, что на самом деле вполне нормально. В нем много крутящего момента, и эти тачки не задумывались быстрыми, ну, то есть это не шустрые силовые установки, в них нет кучи лошадиных сил. И не в этом суть этого автомобиля. Вы получите кучу тяги на низких оборотах, и этот мотор спроектирован как бы для передвижения тяжелых грузов. И ощущается на самом деле вполне нормально. В этом автомобиле он как дома. Прямо-таки идеальный двигатель. Более чем достаточно быстрый. Мне очень нравится звук такого олдскульного дизеля. Ощущается как олдскульный внедорожник, которым он и является. В нем есть шарм 70-й серии. Это внедорожник из эпохи 80-х. Он не современный, не хороший, но это его преимущество. Он будет оставаться надежным годами. Сижу здесь среди всей этой брони, и что я довольно шустро понял, обзор. С обзором, конечно, все очень плохо. Потому что окна тут маленькие, чтобы уместиться вместе с рамками вокруг них, они очень толстые. Кроме того, очевидно, на стойках нужна мощная броня по бокам. Везде, где только можно. Чем меньше окон, тем лучше. Если говорить о броне. Ну, то есть окна справятся со стрельбой не хуже кузова. Но, очевидно, сквозь окна можно смотреть, можно увидеть цель, не суть. Весь кузов должен быть забронирован. И тут забронировано все, особенно передние стойки. Они просто огромные. За ними можно скрыть целый автомобиль или человека. Поэтому приходится смотреть в оба во время вождения, чтобы понимать, что вокруг вас. Как и с репутацией 70-й серии, этот внедорожник крут. В том плане, что он очень прямолинейный, простой, легок в управлении, простая приборная панель и легкие ощущения от вождения. В нем не так много чего есть. Это просто тяговитая дизельная силовая установка. Вы ощутите вес этого внедорожника, но он не чрезмерный. Я на самом деле этим немного удивлен. Ощущается как бы нормальным. Не кажется прямо излишне тяжелым или очень тяжелым, каким я думал он будет. Даже в поворотах. Он ощущается не таким тяжелым, как я думал. Ощущается относительно тяжелым и относительно валким. Есть крен кузова, но мне кажется, что обычная 70-я серия такая же, поскольку она очень узкая и относительно высокая. Высокие внедорожники вроде 70-й серии больше не делают. В целом, должен сказать, что это довольно крутой внедорожник. Едете на нем, смотрите на этот капот и чувствуете, что вы в чем-то таком... Само собой, так и есть. И едет он приемлемо нормально. Единственный большой недостаток в том, что более чем очевидно, что это вообще такое. Но вы защищены, так что даже если кто-то решил устроить вам засаду, вы сидите в самой бронированной 70-й серии в мире. Итак, это Куда. Тщательно забронированный автомобиль, основанный на Toyota Land Cruiser 70-й серии. Если вы не чувствуете себя в безопасности в обычном автомобиле, или даже в обычном бронированном автомобиле, вероятно, этот автомобиль для вас и вашей командой телохранителей. В любом случае, теперь пришло время оценить Куда по шкале Дага. И вот шкала Дага. 45 из 100. И вот как Куда показывает себя среди других безумных внедорожников и пикапов, что я обозревал. Куда некрасивый или особо захватывающий при вождении, но он интересен в совершенно другом ключе. Это машина специального назначения, которая сохранит вас в безопасности буквально в любой трудной ситуации. Тот факт, что он основан на Toyota Land Cruiser 70-й серии, делает его еще круче, поскольку у этого внедорожника превосходная репутация машины, в которой вы также выберетесь буквально из любой ситуации. Если вам нужно что-то посерьезнее, берите Куда. Субтитры сделал DimaTorzok